Смотрите, моя должность назначаемая, о должности, о которых вы говорите, как мне, вот я скажу, мне не нравится, там, законно избранный мэр, законно избранный секретарь городского совета, вы, это ваши депутаты, вы за них голосовали, господа, соответственно, мне, мои эмоции нравятся, не нравятся, я так не оцениваю. Ну, я не спрашиваю, нравится или нет, я спрашиваю, насколько комфортно вам работается с ним. Смотрите, мне вообще в этой должности не очень комфортно работается, в связи с тем, что я не был политиком, и все мои решения сегодня, они сложные, потому что я понимаю бизнес-решения, видите, а наталкиваюсь на политическую составляющую в каждом бизнес-решении. Соответственно, мне сегодня некомфортно, я сегодня учусь принимать в большей степени политические решения, или мне приходится вам объяснять, что иногда бизнес-решения в данном случае, они более оптимальны, чем решения политические. И нужно иногда политические составляющие отбрасывать. Вы вникаете в ситуацию попыток Максима Романенко остановиться в должности? Я вникал, уже пришлось вникнуть, потому что там стояла ходьба Резниченко, плакаты и все. Смотрите, еще раз, моя позиция по этому вопросу, я господина Романенко не знаю лично, никогда с ним не встречался, никогда не, но я считаю, что он в праве, знаете, это моя позиция как гражданина, а не как губернатора, он в праве подать в суд. Как только мы лишаем человека права на подачу в суд, мы живем в неправовом государстве, мы живем в бане. А в правовом государстве он в праве, независимо от партийной принадлежности, подать в суд. И вот только суд определит, и я, к счастью моему, иногда говорят, к сожалению, нет, к счастью, я не влияю на суды и не могу повлиять. И, кстати, администрация президента тоже, куда бы они ни звонили, они не могут повлиять на суды. И в этом, наверное, это очень хорошо. Я хочу, чтобы потом я имел право подать в суд, и судья не боялся принимать по поводу решения, потому что там стоит разъяренная толпа. Вы понимаете, я разделяю, я не поддерживаю господина Романенко, я считаю, что у него есть право подать в суд. Валентин Михайлович, когда суд примет решение, мы сразу поймем, законно это процедура, незаконно. Лично я бы этого уже не делал, тут до выборов осталось до октября, осталось там 4-5 месяцев. Зачем сейчас мы будем эту ситуацию будоражить? Но моя позиция, он праве подать в суд. И вы в праве, и я в праве. И тогда мы построим правовое поле. Валентин Михайлович, а можно уточнение по поводу подачи в суд? Человек подал одновременно 6.